Право на труд имеет каждый. Чувашия занимает пятое место среди регионов России по уровню трудоустройства людей с ограниченными возможностями. В этом году при содействии органов службы занятости посильную работу получили 335 инвалидов. Сегодня все они успешны в своих профессиях. В этом убедилась наша съемочная группа. Ограниченные возможности не должны стать препятствием в трудоустройстве. Марина Смирнова – инвалид по зрению с детства. Третья группа. Своего рода счастливый билет получила три года назад. Массаж – дело тонкое. Здесь вся работа на кончиках пальцев. Известно, что у незрячих людей тактильные ощущения развиты лучше. Пациенты идут к ней охотно. Просто хочется помогать людям. А еще приятнее слышать слова благодарности от пациентов. И мне кажется, что то, что я делаю, я делаю не зря. Когда я сюда пришла устраиваться на работу, я пришла сюда с мамой первый день. Я была очень удивлена. Все добрые, доброжелательные отношения ко мне. Сегодня в стенах первой городской больницы имени Осипова трудится 30 человек. Половина из них имеют ограничения по здоровью. О таком старательном работнике, как Марина, можно только мечтать, говорят коллеги. Человек, который сосредоточен на своей работе, ей нравится то, чем она занимается, у нее это хорошо получается. И у нее прекрасная отдача пациенты. Ее благодарят. Мы довольны работой. Прекрасно справляется с нагрузкой. На Чебоксарском макаронно-кондитерской фабрике «Вавилон» рядом с обычными рабочими тоже трудятся люди с ограниченными возможностями здоровья. Их немного, и работают они на разных производствах. Эти сотрудники у нас работают на производстве, на складе, в энергетической службе. К ним мы относимся хорошо. Они работают на равных с остальными сотрудниками. Все условия для качественной работы для них созданы. Александра Новикова на предприятии работает уже 8 лет. Инвалидность, по слуху, не остановила девушку на пути к мечте – найти работу. Ее задача в кондитерском цеху – прокатка и укладка теста. Саша очень исполнительная, хорошая девочка. С работой она справляется хорошо, работает качественно. В этом году на господдержку инвалидов в сфере занятости республика получила свыше 380 миллионов рублей. В Чувашии проживает почти 27 тысяч трудоспособных инвалидов. Получить рабочее место – реально. Из 100 человек, обратившихся в центры занятости, больше 80-ти находят работу. За январь-октябрь этого года утроустроены только органами занятости, прошу заметить, 850 инвалидов. Это больше, чем уже в прошлом году. Работа ведется постоянно. Центры занятости держат всех инвалидов трудоспособного возраста на карандаше. То есть, постоянно идет с ними контакт. К 2020 году уровень трудоспособных инвалидов должен достичь 50%. Сейчас ведется работа в этом направлении. Поэтому все силы прикладываем для достижения. Технологи, повара, швеи и, конечно же, врачи. Спектр вакансий, которые уже заняли люди, имеющие проблемы со здоровьем, очень широк. И для них очень важно чувствовать себя такими же, как все. Жить полной жизнью, быть полезным обществу. Рифат Фадкулин, Расиль Мухаммедов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин